В госсекретариате кандидатуры прошли? Данные кандидаты проверены. Каких тут препятствующих назначений обстоятельств нет, товарищ президент. Что написал в окольчик, то есть. Нет, проверили разносторонне, со всеми структурами, которые обязаны сделать. Валерий Павлович, Вы уверены, это же ключевые фигуры в комитете Государственного? Так точно. В соответствии с Вашими требованиями, мы исходили из того, что должны быть решительные руководители, которые способны возглавить работу на своем участке и обеспечить выполнение задач, которые стоят перед комитетом государственной безопасности. Вы, Юрий, как считаете, Вы же, по-моему, там предлагали своих из войск? Нет, на эту должность я предлагал только Геннадия Аркадьевича. Предлагал он из войск на департамент охраны. Геннадий Аркадьевич Казакевич служил на различных должностях. Ваши требования, чтобы был с земли человек соблюдены. Это юридически наиболее грамотный офицер, преподает в Академии МВД. Кроме того, главное, мы двинули с мертвой точки борьбу с наркотиками. И достижения мы перечисляли. А еще много предстоит сделать. Я думаю, Геннадий Аркадьевич и на этом поприще, и в остальных структурах Крим-милиции создаст такое положительное движение и динамику вперед. Геннадий Аркадьевич, в криминальной милиции, в этом направлении деятельности МВД, ваше управление какое место занимает, так откровенно? Крич Президент, если мы говорим о таком показателе преступности, как структура преступности, безусловно, количество преступлений по линию уголовного розыска больше. Однако, если мы говорим по изощренности преступников, про совершение преступлений в сети интернет, то подразделение по наркоконтролю и противодействию торговлю людьми является самой продвинутой с точки зрения IT-технологий службы криминальной милиции. Одно из главных направлений – это борьба с коррупцией. Мы должны поставить эту работу на системную основу. Еще одно серьезное направление полагает – это противодействие экстремизму. Какой удельный вес в этой структуре занимает уголовное преступление и какие направления здесь по удельному весу наиболее значимы? 70% преступлений – это по линии уголовного розыска, это преступления против собственности и имущества граждан. То есть уголовное преступление в структуре 70%, на 30% остаются коррупция, антитеррор, наркотики, торговля людьми. То есть все-таки это уголовное преступление. Да, преступление. Я вот вас к этому и подводил, чтобы задать вам вопрос. Вы достаточно здесь профессионально, извините за то, что я задаю вам этот вопрос. Товарищ президент, в свое время… Заземлены ли вы, как сказал Юрий Караев, по этой тематике? Потому что 70% у с лишним – это уголовное преступление. Я проходил службу в должности начальника следственного управления города и мы расследовали все преступления, в том числе и уголовного характера. Затем работал в службе БЭП и занимался экономикой и коррупцией. Соответственно, оперативно-рыскная деятельность, она одинакова для всех подразделений криминальной милиции. Безусловно, специфика есть. Буду вникать в нее и организовывать работу. То есть это для вас не новое направление? Никак не. Почему я, Валерий Павлович, вас пригласил с министром? Вопрос в том, что особенно в Комитете госбезопасности и МВД вы же предлагаете своих первых заместителей. И чтобы мы потом не кувыркались искать на стороне, чтобы МВД возглавил и так далее, они должны за вами идти. И самый лучший вариант, если первый заместитель, или кто-то из заместителей, возглавляет министерство. Вот что для меня очень важно, чтобы вы понимали, что ваши первые заместители должны как минимум быть, если вдруг вас по должности передвинут на другое место, возглавить ведомство, Комитет госбезопасности и МВД. Всех руководителей мы готовили заранее людей, которые способны выполнять эти, занимать эту должность. Ну, посмотрим. Это же будет видно. Поэтому я убедительно спрошу и вас, и главу администрации, чтобы у нас не было, знаете, министр хочет с ним работать, пусть идет. Я не знаю того человека, которого министр предлагал там, департамент охраны или куда. Вы же знаете, что я не терплю, когда начальник идет и за собой тащит тех, с кем он где-то работал. Ну, так не должно быть. Ну, так давайте людей назначать профессионалов или со стороны, чтобы не было круговой поруки. Я не подозреваю у тебя в чем-то. Но у меня сразу вопрос. Ну, неужели только во внутренних войсках есть кадры? Потому что министр пришел из внутренних войск. Опять же, я говорю, я не знаю этого человека. Наверняка он хороший человек, толковый и профессионал. Кадры должны обновляться, но ни в коем случае не тащить за собой шлейф тех людей, с которыми ты когда-то служил. В госсекретариат направляйте, в правительство, в администрацию, если они толковые. Если они толковые, рекомендуйте их, боритесь за них.